Здравствуйте, друзья! Сегодня мы готовим лазанью баланес по знаменитому рецепту от итальянской бабушки. Что нам для этого понадобится? Мясной фарш, овощи, лук, морковка, сельдерей, чеснок, томаты в собственном соку, специи, соль, перец, орегано, сыр. И сама паста. Пасту мы будем готовить домашнюю, уже приготовленную, из муки. То есть паста это фактически тесто? Тесто, да. Тесто из... Из чего оно сделано? Мука, яйцо, масло. Поэтому оно такое желтое. Понятно. Из домашних яиц. Данил, говорят об итальянской кухне, что она очень наперченная, очень такая, ну, на любителя такого. Правда это? Нет, это больше мифы, наверное. Основу кухни составляют разные соусы. Вообще кухня вся пришла от крестьян. Это вся крестьянская еда. То, что было у них в подворье, то они и готовили. То есть сегодня мы готовим блюдо, называется официально как? Лазанья баланес. Лазанья, лазанья это пласты макарон, такие широкие. Баланес, мясной соус, мясной соус баланес. Это, в общем, очень народная, распространенная. Да, очень популярная. Мы уже не только в Италии, и у нас в России. Откуда ты сам научился вот этому блюду замечательному? Ну, это все в ресторанах с опытом приходило везде. Ну, каждый ресторан готовит, итальянский ресторан готовит лазанью баланес, я думаю. Вот, дальше что? Паста у нас практически готова, пока пусть отстаивается. Так, дальше перейдем к фаршу. К соусу баланес. Так, нам понадобится фарш, овощи. Чтобы время не тратить, это все мы сделаем, пропустим через мясорубку. Мясорубку, как бы, можно было бы и нарезать мелким кубиком, но через крупную мясорубку получится не хуже и быстрее. Сейчас подготовим овощи для мясорубки, чтобы... Так, все остальное пойдет. В принципе, все ингредиенты, они доступны для россиянина, ничего сверхъестественного пока не видно. Таких дорогих, каких-то, ну, кроме, наверное, сельдерея, то, что сезонные. Хотя, в соседнем магазине у баб Маши он всегда тоже есть. Так, я не знаю, это сейчас надо нет, я сейчас быстро прокрашу. Прямо сюда все. Так, все. Что дальше? Готово. Так, ну, собственно, да, что, это все надо будет нам обжарить. То есть, вот эту морковку... Морковь, да. Лук... Вообще, лучше, конечно, было бы это все нарезать мелким кубиком. Ну, в целях экономии вы сделали времени хозяйкам, можно делать и так. Пропускать через крупную мясорубку. Так, и что мы делаем? Что мы делаем интересно? У нас смотрят любопытные люди, поэтому мы будем смотреть все, как делает Данил Игишев. Ну-ка, посмотрим, что делает мастер. Ох, чуть-чуть водичка была, но ничего страшного. В общем, ну, раскаленную, все нам надо обжарить. Напоминаем, что там фарш. А фарш какой предпочтительнее все-таки? Ну, лучше брать говядину. Так. А если нет говядины под рукой? Можно, можно. Любой фарш, который вам нравится вообще. С виной тоже подойдет. Но обычно людям нравится тот, который под рукой в холодильнике находится. Ну, обычно так. Ну, думаю, птица не очень подойдет. Либо свинины, либо говядины. Сколько обжаривать так надо? Обжариваем до... До какой-то готовности, да? Да, да, да. Практически до готовности. Потом мы еще тушить его будем с томатами. Поэтому обжариваем до золотой корочки. Соус фарша обжаривается. Приготовим второй соус. Соус башамин. В принципе, ничего в советской кулинарии, как соус белый основной. Так, интересно. Нам понадобится так мука, сливочное масло. Так, сливочное масло. Так, собственно, нам надо, что? 10 грамм сливочного масла. Так, примерно на глаз. Вот, 10 грамм. Всего-навсего 10 грамм. Мука понадобится. И это причем делается параллельно. Все это вместе, как бы. Все, так, на 100 грамм молока нам надо будет 10 грамм муки. Ну, у нас здесь, так, граненый стакан сколько тут? Грамм 200. 200 грамм. Нам надо 20 грамм муки. Ну, это здесь вот грамм 50 у нас муки. Нам понадобится половина. Все. Так. Растапливаем сливочное масло. Надо будет обжарить муку на сливочном масле до матового цвета. Все, вот масло у нас растопилось сливочное. Добавляем муку. Половину примерно. Половину добавили. А роль вот этого соуса в чем? Это... Второе. Мы будем прослойками складывать листы лазаньи макарон, соус, потом мясной соус голонез и сыр. И так несколько слоев. То есть, как слоеный пирог фактически получается. Ну, да, мясной слоеный пирог. Вообще говорят, что чем больше слоев у лазаньи, тем она вкуснее и лучше. Минимум 5. У нас будет? У нас, наверное, да. 5. 5 должно быть. Все, мука у нас уже такого кремового цвета стала. Все. Заливаем молоко. Которится, конечно, намного дольше. Сейчас пока обжарится мясо с овощами. А что значит вообще слово «баланез»? Не знаю. Ну, посмотрим обязательно в интернете. Итальянское слово. Итальянское слово. Итальянское слово. Да, уже смотрю, что... Баланез, ну, скорее всего, может быть название провинции какой-нибудь. Мне кажется, у них много. Цвет уже изменился. Так, конечно, уже... Все, нам надо, чтобы он хорошо не поджарился. Запах мяса такой же появляется. Можно пока добавить, сейчас чуть-чуть подперчить. Сразу. Чуть-чуть добавить орегано. Запах орегано очень вкусный. Оставляем пока все. Так, это снимаем с сальния. Пока на плите все шкварчит, можем подготовить... Это специальная машинка, да, для раскатки теста. Эта машинка вообще доступная, такая продается где-то в специализированных магазинах или вообще везде это есть? В интернет-магазинах, да, я думаю, она... Есть она везде, в пределах 2000 стоит. Все равно. То есть, одномоментно, односекундно это все не делается. То есть, настраивайтесь, если хотите, настоящее итальянское... Сейчас продают готовые листы лазаньи в магазинах. Поэтому... Так, пока что ждем. Можем это все положить так, чтобы она не слиплась. Это один из пяти? Да. Это не один, это даже больше еще. Понятно. Данил, а кто тебя научил этому шикарному итальянскому блюду? Ну, это... Из книг или из практики? Практика. Ну, в большей части, это все практика. Работал с одним итальянским шеф-поваром Валентином. Завод ел бантемпель. Ну и сейчас есть там, благодарен ему за то, что научил. То есть, так же друг от друга? Да. Ну, молодец, Валентина. Спасибо ему за науку. Все. Ну вот, еще фарш уже практически готов у нас. Так, можно добавлять помидоры в собственном саку. Так. Баночка. Ну, примерно... Сколько там? Грамм 300? 400 грамм. 400 грамм. Еще. Ну, как кашу маслом не испортишь, так и эту начинку... Еще, да, чуть-чуть помидоров добавить. Так. Все. Ну, собственно, доводим. Сейчас можно добавить сюда еще перчика чуть-чуть. Так, перчить. Соли. Так. Это что-то говорит предвкушение готовности? Да. Соус уже практически наш баланес готов. Иди мы сейчас быстренько поможем, чтобы не это... Надо? Крутить, наверное, надо. А я буду проехать, чтобы уже готовы у нас были. Ну, все, потому что эти готовы. Давай. Данил будет крутить. Запросто он будет крутить. Да? Все. Все. Крути, не останавливайся. Крути. Так, что мы какое блюдо делаем? Крути так. Сейчас с участием Даниила. Данил и Даниил делают итальянскую пасту. Итальянскую пасту лазанья крутим. Лазанья. Да. Итальянская паста. Они уже... Паста. Вот эта паста. Быстро, быстро, быстро. Быстрее крути. Ну, что еще? Это специальная машинка. Ну, 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 быстро. Вот так, смотри. Ну, как? Лапша, риска. В общем-то, соус баланес почти готов. Так, остался маленький нюанс. Добавить чеснок. Чеснок всегда надо добавлять в самом конце, чтобы пока соус томился, чтобы вкус чеснока не выпарился отсюда, не ушел. Так, продолжаем. Все, все наши составляющие готовы. Теперь еще можно собирать саму лазанью. Фактически можно назвать это лазанью торт. В каком смысле, да? Смару вот так маслом. Масло, масло. Чуть-чуть смажем. Смазываем. Ну, что-то. Так, чтобы... Вот, есть. Сливочное масло смазываем. Конечно, так и очень обильно. Если кто-то любит поменьше масла, можно бы добавить меньше масла, присыпать мукой. Ну, в принципе, все хозяйки знают этот секретик. Я думаю, и хозяева тоже. Не только девушки, женщины, но и парни. Насколько вообще вот в Италии готовят женщины это блюдо? Так же, так же готовят, как и... Вообще итальянцы кулинары, мужчины? Да. Ну, много кто любит готовить. Так, складываем аккуратно сливы. Так, вот наши кусочки как раз вот сюда и пригодятся. Так, аккуратно. Именно вот это и называется паста. Паста, да. Ну, вообще, у итальянцев все макароны это паста. Паста, от слова паста тесто, да, из которого делают выглядит как такой паста. Паста-образно. Так. Так, наш сыр. Так, это сырок у нас, напоминаем. Сыр. И два вида соуса. Весной. Первым, что у нас мы складываем, это интересно. так, соус. Выкладываем первый слой. Напоминаю, что это основа молока, молочный соус, да? Да. Сливочное масло, мука, молоко. Все, соль, перец по вкусу. И немного чеснока для любителя. Немножко, да, чеснока, кто любит. Так. Дальше у нас идет мясной соус. Если, если брать в магазине готовые пласты лазаньи уже, то их лучше, конечно, предварительно отварить, чтобы они были вареные. Так как у нас паста свежая наша, домашняя, то не обязательно. У нас варится. так. Так. Получается мы два соуса вместе делаем, да? Да, сначала один, потом другой. Все. И сыр. Сыр на крупную терку или... можно нарезать, даже можно нарезать его. Все равно он расплавится и он расплавится, там можно даже тонкими пластинами его и устелить. Так, все, делаем следующий слой. Все, и опять повторяем ту же самую операцию. Так. не забываем про то, что, да, хорошее лазанье это пять слоев, минимум пять слоев делается. Вот, ну, здесь мы посмотрим, насколько хватит. можно и пармезан. Так, это может быть украшение или это не... Все, сверху, чтобы побольше можно сыра добавить, повкуснее. Сыр желательно, чтобы был твердый, полу... мягкий... полутвердый, полутвердый. какой-нибудь. Можно взять какой-нибудь российский, тоже подойдет. Да? Все. Так, мы, значит, это, должны поместить это в печь. Все, в духовку. В духовку. Да, на 15 минут 180 градусов. Всего-навсего 15 минут. Да. Все, ну, там практически все ингредиенты готовы. Осталось только, чтобы сыр расплавился с сыром. Ну, ждем... Кому чего? Не, бумагу он не возьмет. Даня, иди посмотри, как красиво макарошки делают. Кулинарная школа Данила Ягишева. Ученики. Здорово. И вкусно. Уже вкусно. Данила Ягишева. временно есть цикло наше. Так, лазанья готова. О, такая румяная. Так, аккуратно. Взять. Очень горячая. Остывается. Пицца. Нет, это не пицца, это лазанья. Можно? Можно пробовать? Нет, сейчас. Так, разрезаем. Остывается. То есть, остывать ей не нужно, в принципе, да, по большому счету? Да. Так можно, чтобы остыло. Так. Так. кулинарная школа Данила Ягишева. Первый урок. Итальянская паста. Лазанья, баллонезе. Все. Красота. Да. Может быть. На помарике.